Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июня и продолжая тему фитофторы, конечно, мы перешли в открытый грунт, потому что теплицы у нас не у всех. И вот эти вот меры профилактические в теплице и в открытом грунте, они все-таки немного различаются, потому что разные условия. Если вот так вот их сопоставить, что где больше, чаще возникает фитофтора, то это даже, по-моему, равносильные вопросы. У кого-то чаще в теплицах возникает, а у кого-то есть такие районы, что и в открытом грунте условия еще хуже, чем в теплицах. Начну все сначала. Когда я называла все вот эти вот меры профилактические, например, соблюдение режима полива, проветривание, то здесь все то же самое, только немного, но с поправкой на открытый грунт. Например, первый пункт. Соблюдение режима полива. Если в теплице мы можем контролировать вот этот полив, у кого там капельный полив, вообще можно высчитать количество литров, кто поливает из шланга, он тоже видит, сколько он поливает, то в открытом грунте, конечно, у нас немного сложнее. Вот идут, если дожди, дождь, 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 мы не можем это контролировать. Единственное, что мы можем сделать, вот мой совет, такой как практический. Если у вас часто идут дожди, даже не проливные, даже просто пусть раз в неделю, вы хотя бы свои поливы не добавляйте томатом, чтобы не перевлажнять почву. Даже если вам визуально кажется, что им немного сухо, им немного не хватает, не верьте глазам своим, делайте анализ почвы немного на глубине 3-3 сантиметра, может быть даже поглубже, то есть там, где корни у томатов. Не обязательно подкапывать томат, а просто вот между лунками сделайте немного туда углубление. И посмотрите, зачастую верхний слой почвы, вот этот сантиметр, пусть полтора сантиметра, он просыхает, но внутри еще достаточно много влаги. Надюша! Кошка дразится в окон. И вот там достаточно много влаги, если вы еще своей будете добавлять, то это будет усугублять ситуацию. Короче, так, про режим полива так. Вы и сами не переливайте, поливы должны быть обильные, но редкие. И если у вас дождливая погода, то лучше не добавлять своей влаги, иногда хватает дождя, даже если вам кажется, что земля сухая. Все. Про проветривание. Ну, про проветривание открытый грунт, конечно, у нас выигрывает во всем, потому что здесь ясно, что тут и ветерок, тут все проветривается. Проветривается, вот я сейчас сижу, томаты колышутся, прям даже, ну, вообще хорошо. Тут мы выигрываем от теплицы, и тут не нужно делать никаких дополнительных каких-то мероприятий, чтобы проветривать. Тут у нас все прекрасно. Потом, про оптимальные схемы посадки. Тут мы в открытом грунте тоже выигрываем. Тут ситуация лучше, чем в теплице, чем, потому что там у нас ограничено. Если у вас одна теплица, и всего, например, вот как у меня, 3 на 8, всего 24 квадратных метра. Хочется туда впихать как можно больше, и зачастую поэтому мы делаем загущенные посадки. В открытом грунте, даже если у нас участок небольшой, ой, хорошее проветривание, даже если у нас участок небольшой, мы можем все-таки пореже посадить, то есть делать расстояние или между рядами. Вот видите, у меня здесь между рядами вообще почти метр. Это для моего удобства, чтобы можно было здесь на четвереньках удобно лазить, рыхлить или что-то там. И вот для таких вот, для проветривания, для всего. Потом дальше что у нас? Своевременное удаление сорняков. То же самое, что в теплице. Тут одинаковые условия, что в теплице, что здесь. Сорняки удалять обязательно, своевременно. Сорняки это, даже вот, например, дождливую погоду. Вы же замечали, что там, где растут сорняки, чистая земля, раз ветерок дунул, хоп, а на верхний слой просох. А начинаешь сорняки удалять, когда полоть. Там, где сорняки, все росы на них остаются, все дождливые вот эти вот влаги, начинаешь удалять сорняки, они все мокрые. Вот это такая вот лишняя провокация, лишние такие плюсы для возникновения фитофторы. Так что с сорняками мы даже безоговорочно. Это вот я сейчас во время высадки могу там где-то допустить траву. Потом посмотрите летом или посмотрите прошлогоднее видео. Не в теплице, не вот здесь на грядках стоматов. У меня никогда нет сорняков. Я в первую очередь удаляю сорняки. Потом, своевременное удаление нижних листьев и пасынков. Вот это, казалось бы, удаление пасынков, оно и не имеет отношения к теме заболеваний. Это же формирование томатов. Но именно удаление пасынков, удаление нижних листьев, это один из важных агроприемов по предотвращению заболевания. Но опять же, это будет, лист будет проветренный, когда много листвы, много пасынков, особенно нижние листья. Это вообще угроза, вот в открытом грунте угроза для томатов, это нижние листья, которые лежат на влажной земле, которые во время дождя, вечно они мокрые. У них вот это вот там и самая первая фитофтора всегда, конечно, начинается на нижних листьях. Кошка, ты уйди отсюда, а, куда-нибудь. Нам сегодня Надюшка не даст снять ничего. Так, про удаление нижних листьев и пасынков я сказала потом. То же самое, как в теплице, внесение своевременных подкормок, то есть вот эти все поддерживающие мероприятия, вот то, что вы делаете, опрыскивание, например, борной кислотой, опрыскивание энтарной кислотой, опрыскивание микроэлементами, все это наши меры профилактики против заболеваний. Тут не только фитофтора, тут любые. Я уже говорила, чем сильнее, чем здоровее вот эти наши кустики, чем они такие, как крепче, тем они меньше восприимчивы к заболеваниям. Потом, в теплице я говорила, что во время полива вот своевременное внесение биофунгицидов, таких как фитоспорин, ну не только фитоспорин, там есть разные другие, тоже профилактические меры. В открытом грунте это то же самое. Но если я в теплице делаю, там я прям через капельный полив в бак наливаю, то здесь намного сложнее. Если там я уже делала два таких совмещенных полива с фитоспорином, то здесь я не делала ни одного, потому что вы понимаете, ну у всех разные ситуации. Я не делаю, почему? Из-за того, что вот из-за численности поголовья своего, мне невозможно каждому под кустик добавить вот это вот. Очень-очень проблематично, если у вас мало кустов, если у вас ситуация такая, если вы в группе риска по фитофторе, то, конечно, фитоспорин добавляйте во время полива, если вы все равно так и так ходите, например, из лейки поливаете, даже если вы поливаете не из лейки. Вот у меня сейчас здесь будет капельный полив, я надеюсь, из водопровода. Так что вот все эти добавки, подкормки, фитоспорин добавить через каплю я не смогу. Но хотя бы раз или два в сезон, я, наверное, выберу время, и вот с лейкой все-таки буду ходить и под корень добавлять фитоспорин. Это тоже очень важная профилактическая мера в открытом грунте. Так же, как в теплице, нужно добавлять вот эти биофунгициды. Хотя они и профилактические, они для лечения, если когда уже вспышка фитофтора, они не очень помогают. Я потом расскажу, что очень помогают, что не очень. Но делать это нужно. Еще раз уточню, что вот эти профилактические меры это то, что мы делаем до возникновения болезни. Пока у нас все хорошо, пока у нас ничего еще нет, но при первых же признаках заболевания мы будем делать совсем другие меры, уже лечебные. Об этом дальше. Ну и потом, если, например, то же самое я повторю, что и в теплице, если у вас есть время, есть желание, то опрыскивание, вот это применение народных средств, оно пойдет только в плюс. Чесночное опрыскивание, сывороточное опрыскивание. Ясно, что мне, я это не делаю, но только потому, что мне это физически невозможно. Все, чтобы опрыскать, мне нужно, вот, не знаю, это очень-очень много времени. Если у вас 40, 50, 60 или даже 200 кустов, то возможно и это делать. Делать чесночные настойки, делать вот эти всякие сывороточные обработки. Они очень полезные, вот эти сыворотки с кисломолочных продуктов, они все-таки предотвращают появление вот этих вот патогенных грибов. Все. Про профилактические меры я рассказала в открытом грунте. И дело в том, что здесь мы делаем то же самое, что в теплице. Единственная у нас разница, что тут нам мешает дождь. Он нам может смыть опрыскивание, он нам может помешать соблюдать режим полива, Про режим полива мы ничего уже не сможем сделать, если у нас зарядят дожди, например, 2-3 недели. Ясно, что жди каких-то неприятностей, особенно в тех районах, где очень часто это заболевание. А про опрыскивание скажу сразу. Если вы обработали в надежде на то, что сделали профилактическую меру всю, но через 2 часа, через 1,5-2 часа у вас пошел дождь, считайте, что вы эту обработку не делали. Препарату нужно не менее 2-х часов, чтобы он был на листе, чтобы он задержался подольше. Если пошел дождь сразу, ну короче, имейте в виду, если дождь идет и смывает, значит нужно на следующий день повторять снова. Если вы даже не повторили, вы просто знаете, что вы не делали эту профилактическую обработку. Можно вычеркнуть ее, все. До свидания. Я в следующем видеоролике постараюсь сегодня же рассказать, какие все-таки препараты нам нужны для профилактики, а какие для лечения. Это две разных группы, и не нужно надеяться на те препараты, которые именно профилактические. Если вы ими обработаете и будете уверены, что вы лечите свои растения, а вы оказывается не лечите, они не справляются с болезнью, это нужно очень хорошо знать, потому что кому-то может это спасти весь урожай. Уже сегодня прочитала комментарий, что одна женщина написала, снимает в августе плоды зеленые, потому что иначе невозможно, до спелых помидор у нее никогда не доходит, все сжигает фитофтура. Вот в этом случае никакие профилактические, конечно, не помогут. Нужно сразу браться за конкретные такие, действенные препараты, о чем я расскажу в следующем видео. Но все-таки будем надеяться на лучшее, и делая вот эти профилактические обработки, мы, конечно, каждый раз надеемся, что заболевания не будет. И очень часто так и получается. Желаю всем, чтобы фитофтура не зашла в ваш огород, чтобы ее вообще в помине не было. До свидания. Бунадюшка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова